ПРЯНУЮ ТРАВУ Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, давайте знакомиться. Вот это вот тоже фенхель. Кто называет его плодом, кто качанчиком, лично я луковкой, но в ботанические дебри давайте дальше не пойдем. Гораздо интереснее то, что и фенхель травянистый, то есть обыкновенный и овощной, именуемый иногда флейнкийским фенхелем, широкую популярность приобрел вроде бы не так давно, а выращивали его с низ запамятных времен. И египтяне, древние греки, римляне подавали пряный овощ в конце трапезы, чтобы зубы были чистыми, а дыхание свежим. Кстати, греки называли его еще и марафон, связывая название растения с местом битвы, где они одержали победу над персами в 490 году до нашей эры. Считали фенхель символом побед, успехов и отличным лекарством. Дескать, он целительно действует на пищеварение, аппетит лечит кашель, придает сил, успокаивает. Но если с лекарственной мощью непривычного продукта обычно соглашаешься с легкостью, что с ним делать, чтобы было вкусно, остается вопросом. Так вот, фенхель особенно широко используется в кухнях Италии, Испании, Китая, Индии, причем во всех своих проявлениях. Так, стебли идут в маринады, семенами ароматизируют рыбные блюда и соусы, свежую зелень и овощные, что, качанчики, используют в салатах. А еще тушат, жарят, запекают и даже фаршируют. Это я уже только о нашем овощном герое. И получают всегда прекрасный результат с пряно-анисовым, ускользающим ароматом. Единственное условие – не переборщить. Аромат должен быть именно ускользающим, чтобы не стать лекарственным. Салат с фенхелем. Фенхель разрезать продольно пополам, дальше тонкими ломтиками. Соединить с нарезанными аппензином, куриной копченой грудкой, маслинами. Заправить смесью оливкового масла и винного уксуса. Не забыть посолить, добавить зелень. Салат готов. А если фенхель вас в нем не убеждает, может быть своим ароматом или своей ценой? Что ж, вместо него отлично подойдет сельдерей. Тоже будет очень вкусно. Вкусного вам дня и все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Пока.